Есть люди, которые рождаются бойцами. У них нет трехметрового роста или мышц, разрывающих одежду, но у них есть крепость тела, а главное духа. Приветствую вас, пронзающие локти. С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на поединки легенды боев без правил 90-х Дона Фрая по прозвищу Хищник. ТОМАС РАМИРЕС Он стал бойцом не хуже, чем гамбургеры, судя по его массе. Фрай на его фоне выглядел очень мелко, но, как мы знаем, далеко не всегда в бою решает масса. Три джеба, 8 секунд и ТОМАС в отключке, а у Дона первая победа в рекорде. В следующем раунде Хищник встречает очень серьезную оппозицию в лице здорового Сэма Эткинса. Этот парень серьезный боксер и был спарринг-партнером самого белого Тайсона, Томми Моррисона. А если вы знаете, кто это такой, понимаете уровень этого парня. Но Дон не стал выдумывать самокат и подъехал на танке и сразу перевел Сэма в партер, где уничтожил своими бронебойными снарядами за 48 секунд. Можно сказать, что Фрай придумал тактику, которая станет любимой в ММА для многих бойцов по сей день. Продолжение следует... Финал UFC 8. Третья схватка за вечер как для Фрая, так и для его соперника, не менее известного уличного беспредельщика Гарри Гудриджа, который был отличным армрестлером, чемпионом Канады по боксу и профи бойцом по кикбоксингу. Тактика хищника была хищной. Он сразу побежал на Гарри и решил рубиться насмерть в ближнем бою. Даже после того, как Гудридж бросил Фрая прогибом на канвас, он не поменял свою тактику и продолжил рубиться в ближнем бою. Жесткие апперкоты и боковые полностью разбили и деморализовали большого папочку. Поэтому Дону осталось только добить его в партере, что он успешно и сделал. Таким образом, Фрай одержал титул чемпиона UFC в своем первом же турнире, в котором принял участие. 17 мая 1996 года. Детройт. Турнир UFC 9. В котором Дон Фрай принял участие как победитель прошлого турнира, чтобы провести один бой против сумасшедшего бразильца Амари Беттехи. Как вы понимаете, бразильцы того времени – это жесткие джитсеры, которые шли по пути Грейси, поэтому сократить дистанцию и перевести в партер – это их азбука боя. Но с хищником такие фокусы не проходят, так как он отличный вольник, но больше всего он любит бить и уничтожать, что на себе в полной мере прочувствовала Мари. Полное доминирование Дона и непрекращающееся избиение битыки длилось 9 минут. После чего рефери сжалился над бразильцами и остановил бой. UFC 10 в Бирмингеме прошел 12 июля 1996 года и в нем снова принимает участие Дон Фрай. Его первым соперником оказался Марк Халл, который, казалось бы, перепутал здание и вместо турнира по шахматам пришел на бои без правил. Он выглядел очень скромно по сравнению с монстрами того времени. Но, как часто бывает, внешность оказалась обманчива. Несмотря на то, что первый же удар от Марка уложил его же на канвас, после чего началось полное доминирование и избиение со стороны Хищника, мужик продержался 10 минут. 10 минут он терпел отбойные молотки, локти и удары головой от Хищника, чем заслужил уважение от бойцовского мира. В полуфинале Фрай ожидала настоящие испытания в лице Брайана Джонстона, который мало того, что являлся черным поясом по дзюдо, так еще и был победителем престижного боксерского турнира «Золотые перчатки». Дзюдо плюс бокс – очень гремучая смесь. Дон сразу прибегнул к своей тактике Хищника и бросился на Брайана, как лев на овечку. Но оказалось, что это волк в овечьей шкуре. Удары от Брайана были не менее жесткие, что немного охладило пыл Дона. Но через парочку минут жестких обменов Фрай решил, что пора что-то менять и бросился на Дзюдика в попытке перевести его в партер. И ему это удалось, после чего началось избиение, которого Джонстон не выдержал и сдался. В финале напротив Дона стоял легендарный Марк Колман, который похоронил надежду Фрая на второй пояс UFC за 5 минут, превратив его лицо своей головой в кровавое месиво. 17 ноября 1996 года. Япония. Турнир Ю Джапан. Соперник Марк Халл, которого Фрай совсем недавно победил на UFC 10. Да, это тот самый боец, который вытерпел 10 минут побоев, а сейчас решил взять реванш. Этот бой проходил точно так же, как предыдущий. Марк пытался бить ногами, но после каждого такого удара он оказывался на канвасе и получал от Фрая тумаки. Халл снова проявил терпение и выдержал 5 минут издевательств, после чего сдался из-за локтя Дона, который передавил кадык. Дон Фрай возвращается в UFC на турнир Ultimate 96, который проходил в Бирмингеме. Первый соперник, уже известный вам Гарри Гудрич, который неистово жаждал реванша за поражение на UFC 8. С первых секунд бойцы снова сошлись в клинче, где с улыбкой на лице дарили друг другу зубодробящие апперкоты и боковые, иногда разбавляя коленом по ребрам. Гарри удается отличный перевод в партер, но через пару секунд оказалось, что отличным он был для Фрая, который сначала хотел сделать болевой на руку, а потом занял доминирующую позицию и начал избивать большого папочку. На 11-й минуте боя Гудрич сдался, впоследствии объяснив это тем, что в одежде ему было слишком жарко, и он не мог больше дышать. В полуфинале Дон прошелся катком по все тому же Марку Халу, сделав болевой на ахилл за 20 секунд боя. Танк Эббант. Именно этот уличный рубак остался соперником хищника в финале. Нокаутер с пушечными ударами и полным отсутствием страха перед дракой, которых у него было на улице более 200. Первый же джеб от танка заставил Фрая попятиться и искать кнопки контроля над своими ногами. Но если тело можно сломать, дух Фрая сломать невозможно. Несмотря на такой шок, он сразу вернулся в бой, и два титана начали рубиться. Но таким шоу зрители наслаждались ровно минуту, после чего бойцы перешли в партер, где свой шанс Дон не упустил и задушил бьющего нокаутера. Таким образом, Фрай завладел вторым поясом UFC. Все турниры и поединки усатого хищника в этом видео он провел за один 1996 год. Сразу выгравировав свое имя в скале ММА. А если вы хотите продолжения, пишите в коммент. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok